Продолжение следует... И наша задача быть в курсе всего, что происходит. Моя задача и обязанность, друзья, чтобы вы были в курсе, вы были осуществлены о том, что сейчас управляет рынком и что мы должны дальше вместе, совместно анализировать, чтобы понимать и вовремя определять истинные рыночные драйверы. К повестке экономического календаря сегодня, как и изначально было отмечено, у нас данные по индексу потребительских цен США, что очень важны, потому что это статистика, влияющая на решение Федрезерва относительно процентных ставок. Мы с вами ждем с нетерпением заседания декабрьского заседания ФРС. Оно состоится на следующей неделе, друзья, как и всегда. Двухдневное заседание, итоги будут подведены в следующую среду. Соответственно, расчет прежний, я думаю, что не нужно повторять, что мы получили миллиард необходимых аргументов, поводов, пользу того, чтобы Федрезерва и дальше ужесточила денежно-кредитную политику, потому что это сейчас более чем уместно, это оправдано. И та статистика, которую мы получаем в последние недели, месяцы, она способствует тому, чтобы Федрезерва не сворачивала с тропы, которую называют нормализацией денежно-кредитной политики. Также сегодня 18.00 очень важное событие для евро, хотя европейская валюта обязательно придет в движение, реагируя на статистику по инфляции в США, потому что двигаться прежде всего будет доллар, а доллар уже окажет влияние на прочие инструменты. Ну, у евро сегодня собственный такой мощный фундаментальный ориентир, это встреча главы ЕС Юнкера и премьер-министра Италии Канте. Как вы понимаете, эта встреча будет посвящена, опять же, обсуждению бюджетного вопроса, который нас интересует, как и всех, потому что мы, будучи пессимистами по евро, безусловно, хотим, чтобы Италия осталась предана своей прежней позиции, не сильно прогибалась под требованием бюджетных норм и правил Европейского Союза и, в конце концов, сохранила проект бюджета в том дефицитном состоянии, которое ранее было определено, в том числе и при поддержке правительства евроскептиков. Соответственно, если Италия будет отстаивать прежнюю позицию, либо, в конце концов, может быть, уступит немного Европейскому Еврокомиссии, но эти уступки будут недостаточны, мы допускаем сценарий запуска дисциплинарной процедуры, мы, правда, ждали ее еще несколько недель назад, но, вы видите, ситуация затянулась, Еврокомиссия раньше тоже не была готова к тому, чтобы запустить этот процесс, потому что, в принципе, даже не знает, как действовать, прецедентов не было и что можно предпринять в адресах Италии. Поэтому сегодня хочется верить, что развязка будет достигнута, мы упремся в эту кульминацию и, в конце концов, завтра с вами будем говорить уже о событиях, связанных с итальянским бюджетом, как о событиях прошлого. Но я не хочу, друзья, попасть в просаг, потому что уже много раз у нас была возможность поставить точку, опять же, в обсуждении этого вопроса, ссылаясь на конкретные определенные даты с отсылкой на Еврокомиссию и на Италию. Однако даты эти проходили и, в конце концов, вопрос так и оставался подвешенным. Соответственно, я допускаю, что сегодня, если ситуация повторится, встреча пройдет и придут к, собственно, решению о том, что нужно еще несколько дней, несколько недель, чтобы попробовать договориться. Очевидно, что все сейчас идут на уступки и хотят выйти на общий компромисс. Но очень надеюсь, друзья, что все-таки сегодня итальянский вопрос мы с вами закроем и он будет влиять, безусловно, на динамику евро. Но еще больше на евро повлияет завтрашний день, когда состоится заседание Европейского Центрального Банка с пересмотром основных параметров денежно-кредитной политики. По идее, если плавно ничего не произойдет, в плане изменений, Европейский Центральный Банк должен свернуть программу количественного смягчения. Но может автомата произойти подмена понятий, то есть замещение, опять же, программы количественного смягчения новым раундом операции ЛТРО. Я тоже вам рассказывал уже об этом несколько дней назад, но завтра, я думаю, мы еще раз освежим в памяти, что это такое и чем это едят, чтобы вы прекрасно понимали, о чем идет речь и разбирались, опять же, в тех инструментах, которые есть в арсенале Европейского Центрального Банка и которые могут быть задействованы, чтобы по-прежнему оказывать поддержку национальной экономике. На этом, собственно, из важных отчетов у нас еще не все, потому что 18.30 свойственный релиз для среды – это данные от администрации аналитической информации по запасам нефти. Нефть сейчас как приклеена в районе 60 долларов за баррель, немного, ну и даже не немного, очень вялая динамика, которая напрягает всех тех, кто предвзято относится к тому, что происходит на рынке нефти, потому что везде сейчас говорят о крайне насыщенном фундаменте по нефтянке с отголоском еще на соглашение ОПЕК. Однако движения, ну явно, не достойны такого фундамента. Возможно, мы сейчас на пороге какого-то переворотного момента, начала нового импульсного толчка и движения, и, соответственно, мы на пороге еще более стремительной динамики. Я, друзья, повторяю то, что сценарий, который я озвучивал еще несколько недель назад, он остается неизменный, для меня является какой-то сакральной целью. Я вижу необходимость прям добраться до 65 долларов за баррель, потому что считаю, что рынок может еще подрасти на том новостном фоне, который сейчас сложился. Однако долгосрочно также ожидания остаются прежними. Я уже давно отметил, что нефть обречена на тест 50 долларов за баррель и движение выше. Но это уже, друзья, ожидания, это уже динамика, которая уйдет на 2019 год. Сегодня запасы, очень важный релиз, обязательно он окажет влияние на динамику нефти. Поэтому сегодня на этот релиз мы будем ориентироваться, и я надеюсь, что завтра у нас будет возможность с вами говорить о коктировках повыше, чем текущее значение. Сейчас рядышком с отметкой 61 доллар за баррель. А теперь плавно, раз уж мы по оценке экономического календаря с вами уперлите в нефть, я думаю, что можно и продолжить нефтьянкой. Что у нас интересного? Рынок не знает, что делать с нефтью дальше. Я надеюсь, что вы, друзья, знаете, может быть, для кого-то была полезная информация по тому, как действовать дальше, с учетом моих кратко- и долгосрочных сценариев. Но в целом, конечно же, сейчас фундаментальный фон, как я уже отметил, как косрочно все-таки способствует росту. Я продолжаю настаивать на том, что у соглашения ОПЕК, как серьезного события, есть определенный потенциал воздействия на нефть. И этот потенциал, безусловно, положительный. Котировки его еще не отработали. Да, с одной стороны, может показаться, что снижения на 1,2 этого недостаточно, чтобы решить проблему перепроизводства. Но, с другой стороны, позитива мы не видели очень давно. И это реально первый шаг от представителей ближневосточного картеля, который направлен на попытку все-таки вернуть весь сектор энергетики, весь рынок углеводородов к состоянию баланса. Поэтому, наверное, было бы справедливо, было бы честно и уместно сейчас для котировок все-таки еще поработать с этим позитивом. Ну, каким образом это, конечно же, подрасти и оказаться в повыше текущих значений. Второй момент, он локальный, связан с очередным форс-мажором в Ливии. В частности, вчера Ливийская национальная нефтяная компания сообщила о том, что на одном из крупнейших нефтедобывающих регионов, в месторождении Лишарар, Ливии, снова произошли боестолкновения с боевиками. И, в конце концов, этот инцидент стал причиной остановки работы действующих там буровых. И сейчас эксперты уже оценили, что недопоставки составляют со стороны этого региона от 400 до 500 тысяч баррелей. Да, это много, друзья. Это достаточная цифра, чтобы в моменте мы с ней поработали. В данном случае, разумеется, такой фундамент должен создавать условия только для роста. И если мы оценим, опять же, динамику на азиатской сессии текущих торгов, то сможем увидеть, что покупатели все-таки цепляются за этот фундамент и пытаются на нем подрасти. Может быть, еще более определяющим для всех сегодня в отношении нефти будет отчет по запасам, собственно, от администрации энергетической информации. 18.30 я уже отметил, мы ждем эти цифры. Вчера, своего рода, репетиция от Американского института нефти, запасы нефти снизились. Соответственно, если сегодня официальная статистика укажет на похожие результаты, друзья, ну, конечно же, на фоне снижения запасов мы можем получить еще один локальный статистический повод, чтобы задрать чуточку повыше котировки нефти. Поэтому цель 65 я сохраняю в качестве как-то срочного ориентира. И давайте пожелаем друг другу удачи, друзья, в движении к этой цели. Я думаю, что раз уж рынок, ну, явно благоволит нам к концу 2018 года, мы сможем сделать цель и по нефти в рамках данных ожиданий. Я думаю, что удача явно будет на нашей стороне. По другим инструментам доллар-иена растемы 113.48. Во-первых, вчера Трамп сделал заявление о том, что переговоры с Китаем продолжаются и довольно в конструктивном, хорошем, позитивном русле. Это успокоило тех, кто все-таки пытался увязать еще скандал с арестом руководителя компании Huawei, опять же прогнозируя то, что и ожидая, он скажется на торговых отношениях США и Китая. Но мы с вами изначально предполагали, что этот инцидент вряд ли будет иметь такие серьезные геополитические последствия, как сворачивание торгового перемирия между США и Китаем. В принципе, этого не произошло, и хорошо, значит, нет причин сейчас уходить в иену. Соответственно, обращаем внимание дальше на статистику. Это данные по индексу цен производителей, которые вышли вчера, подготовили нас с сегодняшнего отчета по инфляции. Базовый показатель, который не учитывает цены на энергоносители и продовольственные товары, он объективный, более важный. Статистика хорошая, рост 2,6-2,7% в годовом выражении. Сегодня мы ждем инфляцию, также ориентируемся на базовые показатели. Посмотрите, по содержанию экономического календаря, действительно, по прогнозу цифра нас вряд ли разочарует. Соответственно, если статистика выйдет в соответствие с нашими позитивными ожиданиями, вероятность повышения ставки в следующую среду, на мой взгляд, достигнет 100% и фактически заморозится на этом показателе. Мы будем ждать торговую сессию в среде, мы будем ждать выступления Джерома Пауэлла, и мы будем ждать уже планов, конкретики по планам на 2019 год, потому что самое время сейчас прикидывать, сколько раз дезерву повысить ставку уже в следующем году, и сколько, скажем, на какой дистанции у нас с вами будет возможность не отказываться от покупок американского доллара. Доллар иена 113.50, еще раз повторяюсь, друзья, правильно сделали мы, что не разочаровались в американце на фоне последнего снижения, сохраняли длинные позиции с ориентирами на уровне 115. Эту цель мы с вами точно сделаем. Новых идей по доллару и иене я давать не буду, это было уже очень достаточно, поэтому сейчас только лишь удерживаем длинные позиции и верим в более бодрый доллар. Европейская валюта снижается 1.1322, но я уверен, друзья, то, что худшие времена для евро еще впереди, и возможно с крайне негативной динамикой, я делаю на эту большую ставку, мы поработаем уже до конца этой недели, в идеале бы вообще оказаться ниже планки 1.12. Что мы сейчас используем в качестве топлива слабости евро, это опять же отсутствие компромисса и неразрешение вопроса по бюджету Италии. Я допускаю, что вероятность такого сценария есть. Второй момент, это статистика. Вчера мы с вами работали с данными по бизнес-оптимизму от Института ЗЮПа Германии Еврозоны. Я думаю, что смело можно назвать статистику, по-прежнему крайне плохой индекс настроения ЗЮП остался на отрицательной территории в районе минус 17,5. В частности, оценка текущих условий снизилась до 45,3. Это одни из худших показателей за много и много месяцев. А ЗЮП Еврозоны также на отрицательной территории остается, просто на каких-то донных уровнях, минус 21. И важно отметить, что по темпам экономического роста Еврозоны, мы анализировали с вами эти данные буквально несколько дней назад и помним, что сокращение снижения экономического восстановления уже было зафиксировано на 0,1%. Но вот эти данные по бизнесу и оптимизму по Германии явно указывают на то, что четвертый квартал для Германии может оказаться самым плохим за последние десятилетия. Я думаю, что годовая оценка тоже будет очень слабой. Соответственно, слабая статистика я не могу даже представить, чтобы на фоне таких отчетов Европейский Центральный Банк завтра сделал оптимистичную оценку дальнейшего состояния экономики. И на основании этого оправдал намерение ужесточить политику, нормализовать ее и перейти к повышению процентной ставки. Я уверен, что придется сделать акцент на сохранение мягкого режима. И я все-таки жду подробностей по возможному еще одному раунду операции АЛТРО, которые могут быть запущены уже с Нового года. Ликвидность – это то, что очень необходимо сейчас для экономики еврозоны, тем более, что уже совсем скоро, ну, относительно скоро, конечно же, подойдут периоды, наступят периоды, когда необходимо будет исполнять обязательства банкам по прежним, опять же, размещениям облигаций, прошу прощения, которые были выкуплены Европейским Центральным Банком в период с 2014 по 2016 года. На это нужны колоссальные деньги. Я думаю, что по предварительным отсчетам не меньше полутриллиона евро. Соответственно, Европейскому Центральному Банку придется заливать экономику новыми деньгами, беспроцентными кредитами, и начнется это уже с 2019 года. Я ставлю на то, что еврозона будет испытывать все больше и больше трудностей. Заметьте, что мы говорим о таких серьезных экономических проблемах, еще опуская тот факт, что за еврозону в ближайшее время может взяться Трамп и еще больше нагрузить показатели торгового баланса. Поэтому евро-доллар – это цель на ближайшие дни 1.12, а среднесрочная цель – это отметка 1.10. Сегодня, друзья, повторюсь, в 18.00. Будем крайне бдительными за тем, что на рынке случится. Будем ждать итогов встречи Юнкера и Канте. Обсуждать будут итальянский бюджет. Фунт против доллара. Аутсайдер из аутсайдеров. Для тех, кто все-таки принципиально хотел добраться до цели 1.25, друзья, рынок вам дал такую возможность. Я напомню, что я выскочил немножечко раньше, но, соответственно, те, кто додержал до отметки 1.25, получили еще больше профит. Друзья, я вас с этим поздравляю, вы молодцы, потому что адекватно оценили ситуацию, которая на рынке сложилась. Почему фунт падает? Да потому что фунт является заложником того политического фона и колоссальной неопределенности, которая сейчас характеризует все, что происходит в Англии. В частности, Тереза Мэй отменила голосование. Конкретную дату, когда теперь соглашение будет обсуждаться в Палате общин, в парламенте Англии, не обозначила. Рынок в какой-то прострации находится, не знает, за что цепляться, за какой период, за какой срок, на что надеется. Тереза Мэй, в принципе, тоже не знает, что делать. Времени у Англии не осталось, и мы готовимся к жесткому Брекзиту. Я не знаю, чудное должно произойти, чтобы Тереза Мэй каким-то образом смогла найти в себе силы для того, чтобы именно выйти на то соглашение, которое устроило бы представители ей оппозиции. Вчера, кстати, лидер Палаты общин сделал комментарий о том, что, возможно, действия Тереза Мэй были уместны, потому что очевидно, что Палата общин проголосовала бы против того соглашения, которое пыталась протащить Тереза Мэй. Против фунта действует и статистика. Мы разбирали с вами данные по промышленному производству накануне. Действительно, крайне плохие цифры и минимальные значения с кризисных 2008-2009 года. Я думаю, что статистика лишь отражает резкое падение инвестиций, потому что бизнес не верит в то, что Англия останется тем регионом, с которым можно было бы устраивать долгосрочные отношения. Это все бьет по позициям британской валюты, и сейчас те, кто более-менее следит за тем, что происходит в Англии, начинают обсуждать и оценивать шансы и на фактурный референдум, и на голосование, собственно, новые выборы, и на отставку Терезы Мэй. И даже оценивают шансы Джереми Корбина, который является лидером лейбористов Консервативной партии, которая должна прийти на смену Терезы Мэй. Если все-таки она найдет смелость признать то, что ее курс был провальным, и в конце концов, по прошествии более чем года, ее политика ни к чему не привела в плане продвижений по вопросу Брэкзита. Я даже хочу предложить вам сделку, друзья, если все-таки хочется еще попробовать выжить побольше позитива в плане прибыли из ожидания еще большего негатива, селлимит с отметки 1.2570, если мы выстрелим наверх, то можно будет попробовать с короткими стопами зацепить этот уровень и ждать снова волны распродаж. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошая вам торговая сеть. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.